Марка V после нескольких отсрочек наконец вывела компактный кроссовер Bestune T77 на российский рынок. К нам прибудут машины пяти оттенков, причем для белых, синих и желтых можно выбрать контрастную черную крышу. Внешне 77-й радикально отличается от остальных автомобилей китайской марки. Дизайнеры решились на достаточно дерзкие формы кузова, а интерьер своим стилем напоминает «Мерседесы». Силовой агрегат – полуторалитровый бензиновый турбомотор, с которым могут быть состыкованы или шестиступенчатая механика, или семиступенчатый преселектив. В список оснащения базовой версии Luxury входит система стабилизации, передние подушки безопасности, климат-контроль, светодиодная оптика, электронный стояночный тормоз, круиз-контроль и камера заднего вида. Также V готов предложить панорамную крышу, электропривод кресла водителя, 12-дюймовый тачскрин медиасистемы, обивку салона эко-кожей и бесключевой доступ. При таком богатстве оснащения стартовая цена на уровне неполных 2 миллионов рублей выглядит вполне адекватной. А ведь есть еще более дорогая версия «Престиж», к которой через некоторое время присоединятся топовые комплектации «Элит» и «Премиум». В 2018 году японский «Ниссан» поручил своему китайскому партнеру компании «Дунфэн» неожиданную задачу – взять пикап «Новара» актуального образца, для которого сделать упрощенную версию с максимальным использованием недорогих компонентов. Так появился «Дунфэнк РИЧ-6». Чтобы бюджетная новинка отличалась от оригинального прародителя, ей провели серьезную пластику, соорудив совершенно другой передок, а также слегка подправив оформление кормы. Интерьер китайскому родственнику достался более простой, зато лестничная рама, каркас кузова и шасси остались родными – «Ниссановскими». При этом «РИЧ-6» оказался сразу на 40% дешевле исходной «Новары». Моторы – лицензионные четверки, бензиновая и дизельная. Притом для агрегата на солярке можно заказать шестиступенчатый автомат. Привод – жестко подключаемый и полный, но также существуют и чисто заднеприводные исполнения. Так вот, сейчас «Шестой РИЧ» проходит обязательную сертификацию, чтобы через несколько месяцев выйти на российский рынок.